Европа резко нарастила закупки удобрений из России. За первые пять месяцев 2024 года российские компании увеличили поставки удобрений в страны Евросоюза на 70% в годовом выражении, до 1 миллиона 900 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 30%, составив 649 миллионов 400 тысяч евро. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства. Среди европейских стран, покупающих удобрения в России, лидируют Польша, Франция, Германия и Италия. На них приходится более половины всех поставок удобрений в ЕС. Это является значительным изменением тенденции по сравнению с 2023 годом, когда Евросоюз сократил импорт российских удобрений на 6%, отмечает издание. Резкий рост закупок европейцами в материале объясняют тем, что они оказались выгоднее собственного производства из-за дорогого газа. Несмотря на желание властей Молдовы ограничиться любые взаимоотношения с Россией, увеличила импорт удобрений из этой страны и Молдова. Если в 2022 году было закуплено 105 025 тонн, то в 2023 этот показатель увеличился до 116 356 тонн. Такую статистику приводит директор Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной и зерновой продукции Агрочериаля Юрий Рижа. По его данным, с января по май 2024 года Молдова закупила 43 432 тонны удобрений в России, а доля их импорта в нашей стране составляет 45%. Пятый канал обратился в пресс-службу Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, чтобы получить подтверждение этих данных. Однако там сообщили, что смогут предоставить информацию позже. Россия является одним из мировых лидеров в производстве удобрений, и ее роль для многих стран незаменима. Отметим, что несмотря на международные санкции против России, между странами по-прежнему также активно развивается торговля винодельческой продукцией. Так, по данным Американской ассоциации винных экономистов, список экспортеров вин в Россию в 2023 году возглавляет Литва, поставившая в Россию вина на 211 миллионов 400 тысяч долларов. На втором месте Италия – 171,5 миллионов долларов. Замыкая тройку Грузия – 168 миллионов 300 тысяч долларов. Молдова же существенно сократила поставки своего вина, как и фруктов и овощей, на российский рынок, где они всегда продавались намного лучше, чем на западных рынках, из-за чего страдают отечественные производители. Таким образом, молдавские власти не только присоединились ко многим антироссийским санкциям, объявленным ЕС и США, но даже вышли за их рамки в некоторых сферах, ограничивая свои взаимоотношения с Россией в большей мере, чем даже западные страны.